Организация рабочего места машиниста технологических компрессоров Дожимные компрессорные станции предназначены для поддержания предусмотренного проектом разработки месторождения давления, обеспечивающего необходимую добычу газа на газовых и газоконденсатных промыслах при падении пластового давления. Современная дожимная компрессорная станция представляет собой огромный комплекс высокотехнологичного оборудования, что накладывает определенные требования к специалистам и работникам, обслуживающим такое оборудование. Поэтому четкое знание правил и методов ведения работ, правил эксплуатации оборудования и механизмов, технологического процесса и последовательность операций, содержание рабочего места, производственных, складских и вспомогательных помещений, дорог и переходов, действия на организм человековредных веществ и газов и их физико-химических свойств, порядок и методы устранения неисправностей, действия персонала в аварийных ситуациях, а также практическое умение оказания доврачебной медицинской помощи, залог безопасности и здоровых условий труда. Безусловно, главным действующим лицом, обеспечивающим работу дожимной компрессорной станции в целом, является машинист технологических компрессоров. Требования охраны труда перед началом работы. Рабочий процесс машиниста технологических компрессоров начинается с главного счета управления ДКС, пульта, расположенного в производственно-эксплуатационном блоке. Прием смены заключается в ознакомлении с основными событиями за прошедшую смену, проверкой и заполнением оперативной документации, проверкой всех технологических параметров на автоматизированных рабочих местах. Перед началом смены машинист технологических компрессоров обязан пройти медицинский осмотр, надеть и привести в порядок специальную одежду и обувь и подготовить другие средства индивидуальной защиты в зависимости от вида работ. В процессе приема смены машинист технологических компрессоров обязан ознакомиться с оперативными записями, режимами работы основного и вспомогательного оборудования ДКС, получить сведения от оперативного персонала обо всех неполадках в работе оборудования, отклонениях в технологическом процессе, выявленных за смену и о тех узлах и агрегатах, за которыми необходимо вести более тщательное наблюдение. Совместно с создающим смену проверить наличие и исправность инструментов, предохранительных приспособлений, СИЗ, СИЗОД, ограждений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, состояние оборудования, агрегатов, аппаратов, запорной и предохранительной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических систем защиты и сигнализации. После приема смены машинист технологических компрессоров обязан доложить о приеме смены или отказе от приема с указанием мотивов отказа инженеру по эксплуатации оборудования газовых объектов. По всем дефектам и неисправностям, обнаруженных при осмотре, сделать запись в сменном журнале. Ознакомиться с распоряжением руководства ДКС, касающихся обслуживания, перегрузок, вывода в ремонт оборудования, планом предстоящих ремонтных работ, нарядами-допусками на проведение работ повышенной опасности на время дежурства. Получить у инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов задания и при необходимости пройти инструктаж. Запрещается прием смены. При ликвидации аварии, в ходе запуска ГПА и при неустановившихся технологических режимах в процессе остановок ГПА. При обнаружении неисправности оборудования, способной повлечь за собой возникновение аварийной ситуации или нарушить технологический режим. Запрещается сдача смены. При нахождении в составе принимающей смены машинистов технологических компрессоров, имеющих болезненный вид, а также при наличии признаков алкогольного, наркотического или токсического отравления. Обход оборудования. Контроль уровня загазованности переносным газоанализатором. Передвижение машиниста технологических компрессоров при обходе технологического оборудования по территории ДКС производится согласно разработанной маршрутной схеме. Обход оборудования является газоопасной работой, совершаемой в количестве не менее двух человек и при проведении которой проводится замер загазованности с целью выявления утечек газа на трубопроводах и оборудовании. Обход производится каждые два часа. При осмотре помещений следует обращать внимание на отсутствие запаха газа, отсутствие утечек химреагентов и смазочных материалов, работу при точно вытяжной вентиляции, а также следить за температурой воздуха в помещении, которая зимой не должна опускаться ниже плюс 5 градусов. Там же производится детальный осмотр эксплуатируемого оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, приборов КИП и АМ. Перед началом обхода машинист технологических компрессоров обязан пройти целевой инструктаж, должен быть снабжен поверенным переносным газоанализатором и средствами индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания, а также обеспечен устойчивой двусторонней связью с главным щитом управления. Перед использованием переносного газоанализатора проверить целостность корпуса, экрана, наличие пломб, работоспособность прибора, наличие клейма по верителям, заряд аккумулятора. Все проверки необходимо проводить вне рабочей зоны. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей и при обнаружении неисправности оборудования, необходимо немедленно извести своего непосредственного или вышестоящего руководителя. По окончанию обхода машинист технологических компрессоров должен занести результаты замеров в журнал замера загазованности. Вывод технологического оборудования в ремонт, контроль и участие в сдаче и приемке его из ремонта. Одной из важнейших производственных операций, выполняемых машинистом технологических компрессоров, является вывод газоперекачивающего агрегата в ремонт. Проведение работ по техническому обслуживанию является одной из основных мер по поддержанию работоспособности оборудования и предупреждению аварий. Данные работы относятся к работам повышенной опасности и требуют соблюдения требований инструкции по безопасному проведению газоопасных работ. Требования охраны труда при выполнении работ. Получить задание у инженера по ЭОГО, пройти целевой инструктаж по охране труда на рабочем месте. Проверить работоспособность и исправность переносных газоанализаторов, провести контроль воздушной среды. Проверить обеспеченность места проведения работ первичными средствами оказания первой доброчебной помощи. По окончании выполнения работ персонал обязан проверить место проведения работ на предмет отсутствия утечек. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособление. Собрать использованный актирочный материал, другие отходы в специальную тару и сдать на утилизацию в восстановленном порядке. Принять необходимые меры личной гигиены. Сообщить инженеру по ЭОГО об окончании работ по выводу КПА в ремонт, а также обо всех нарушениях, неполадках, которые были выявлены в процессе работы. Контроль параметров и введение технологического процесса компримирования газа. Основной производственной задачей дожимного комплекса и машинистно-технологических компрессоров, в частности, является поддержание заданного расхода газа, определяемым ПДС «Газпромдобыча надым». Автоматизированное рабочее место машинистно-технологических компрессоров предоставляет возможность производить все необходимые оперативные переключения на технологической обвязке компрессорной станции и регулирования технологического режима работы ДКС. Дистанционного наблюдения и управления технологическим оборудованием и исполнительными механизмами. Контроля состояния оборудования, анализа режимов работы технологического объекта. Непрерывного контроля работоспособности систем пожарной безопасности и контроля состояния газовоздушной среды в защищаемых помещениях. Требования охраны труда по окончании работ По окончании смены машинист технологических компрессоров обязан Сделать запись в журнале приема-сдачи смены о работах, проделанных за смену, замечаниях о работе оборудования. Проверить состояние технологического оборудования, аппаратов, наличие и исправность документов, наличие и исправность инструментов, переносных приборов, комплекта аварийно-спасательных средств. Проверить исправность аварийной сигнализации загазованности и пожаротушения. Ознакомить принимающего смену с оборудованием, на которое необходимо обратить внимание, а также на оборудование, находящееся в ремонте. Передать все распоряжения руководства. Проверить и привести в порядок спецодежду и средства индивидуальной защиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok